Привет, друзья! Цветы в саду и огороде смогут стать настоящим украшением участка, а также оздоровить почву, избавить вас от вредителей и различных заболеваний. И сегодня вы узнаете, зачем я высеваю в саду и огороде календулу. Традиционно календулу выращивают как декоративную, а также лекарственную культуру. Ее выращивают на городах, а также в цветниках. Календула цветет очень продолжительное время, с самой весны и до глубокой осени. И в отличие от тех же известных барханцев, она не боится морозов. Ее всходы, а также взрослое растение могут выдерживать заморозки до минус 3 градусов. Например, календулу я широко высеваю у себя на огороде, а также в цветниках. И расскажу почему. Во-первых, календула отпугивает различных насекомых-вредителей. Особенно хорошо высевать календулу на грядках, где растет капуста, а также другие крестоцветные культуры. Потому что календула своим запахом отпугивает и крестоцветную бложку, а также бабочку-белянку. Которая откладывает яйца, затем влупляются гусеницы, и они подъедают листья капусты, либо редиса. Значит, чем еще хороша календула? Календулу, посеяв один раз в огороде, либо в цветнике, можно больше не сеять. Потому что календула дает отличный самосев ежегодно. Эти семена всходят и радуют вас хорошим цветением. В продаже сейчас имеются различные сорта календулы с крупными махровыми цветами. Желтого окраса, красноватого, оранжевого. Есть и классические сорта с обычными лепестками, с классическими такими цветочками, как ромашка. Ярко-оранжевые цветут продолжительное время и радуют глаз своим цветением весь сезон. Нужно отметить, что целебные свойства календулы были известны очень давно. И в медицине, и в какой-то научной литературе давно описаны ее полезные свойства. Например, цветы календулы, а также листья календулы содержат огромное количество витаминов. И в первую очередь это витамин Е, а также В1. Из цветов календулы, из листьев календулы делают различные настои, отвары, различные какие-то экстракты. И вот эти все средства применяются для лечения, в первую очередь, сосудистой системы, для лечения сердечных различных заболеваний, а также с целью укрепления организма. И очень часто можно найти настойки календулы, которые рекомендуют для полоскания горла, потому что календула обладает антисептическими свойствами. Также календул используют и в косметологии. Из календулы делают различные лосьоны, крема для ухода за лицом, потому что календула очень хорошо увлажняет кожу. Но, конечно же, кроме целебных таких свойств для организма, для человека, есть и другие полезные свойства. И в первую очередь речь идет о огороде. Очень часто в деревнях можно увидеть, да и раньше можно было увидеть, что на картофельных полях где-то растет календула, на огороде яркие такие пятна календулы. Еще с детства я помню, всегда на огородах сели календулы. И ведь люди понимали, с какой целью они высевают не просто так для красоты, а для пользы огорода. Значит, почему делали так? Ну, во-первых, календула отпугивает, как я и говорил, насекомых вредителей. Поэтому ее высаживают на огороде. Но это еще не все. Календула, так же, как и бархатцы, обладает эффектом отпугивания нематоды. Поэтому именно на картофельных полях старались высевать календула. Кстати, календулу можно высевать не только в междурядиях, где растет картошка, можно высевать там, где растет клубника. Особенно, если у вас широкие такие междурядия хорошие в клубнике, есть проблема с нематодой, обязательно посейте календулы. И вы посмотрите, что вредителя станет намного меньше. Кстати, вот эту нематоду очень тяжело вывести с участка. Приходится с ней бороться не один год. Если у вас такая проблема появилась, то нужно срочно предпринимать меры. Например, на той же клубнике нематоду можно легко распознать. Обратите внимание на листья. Когда молодые листья скручиваются, скукоживаются, розетка приобретает такой недоразвитый вид скрученный, и характерная такая особенность, отличие в том, что черенок клубничного листа молодого, он скручивается во баранок, прям иногда ломается. Вот там и есть проблема. Это действует нематода. И такие кустики со временем чахнут, усыхают, и, конечно же, никакого урожая хорошего с клубничных грядах, пораженных нематодой, вы не добьетесь. Нужно лечить. Если у вас клубника в сильной степени заражена, кстати, нематодой, то лечение может быть и неэффективным. Лучше эту клубнику выкорчевать и сжечь. Ни в коем случае не отправлять на компост, потому что занесете в компост нематоду, и затем вместе с компостом по всему участку разнесете. Поэтому кусты выкорчевываем и сжигаем. На тех грядках, где росла клубника и была нематода, нужно срочно предпринимать меры борьбы. Значит, что нужно делать? Конечно же, берем вот такую календулу, либо бархатцы, и высеваем уже с весны на эти грядки. Но я скажу так, что, смотрите, бархатцы, они достаточно теплолюбивые. И ранней весной еще их невозможно на грядках посеять. А вот календулу, как только почва оттаяла, даже в грязь, в болото можно спокойно высевать. Она не боится морозов и будет расти там весь сезон. Значит, опять же вопрос возникает, где набрать семян. Конечно, в магазине продаются семена, но сколько здесь тех семян? Чтобы засеять большую площадь, придется значительно потратиться. Поэтому в первый год я обычно покупаю календулы, бархатцы, засеваю себе небольшую грядочку или где-то на огороде высаживаю. Потом собираю свои семена, и у меня получаются целые такие мешки, семян, календулы, бархатцев. И затем я их широко применяю на огороде, высеваю, как сидоративные культуры. Но не стоит надеяться только лишь на бархатцы и на календулы в борьбе с нематодой. Совместно лучше всего применять еще специализированные биопрепараты. Получится такой двойной удар по вредителю. Смотрите, есть такой препарат антинематод на основе псевдомонат. И вот совместно с календулой или с бархатцами его лучше всего применять. Как я это делаю? Засеваю грядку, как я и сказал, цветами, как сидоратом, где росла клубника, либо в междуряде, где растет клубника и плодоносит. Но есть какая-то небольшая проблема с нематодой. И затем пользуюсь вот этим биопрепаратом, антинематодом. Развожу по инструкции, там по-моему 1 к 100, 100 грамм, вот этого препарата 100 мл на 10 л воды. И проливаю грядку, будь то с клубникой, будь то просто грядка, где растут бархатцы либо календула. Несколько раз за сезон пролейте, и проблема практически исчезнет. А может быть исчезнет и насовсем. Но не спешите возвращать, конечно же, клубнику на прежнее место. Где росла клубника и была нематода, клубнику туда можно возрастить только через несколько лет. Поэтому на следующий год, опять же, высадите на эту грядку чеснок либо лук. Эти культуры нематода не слишком любит. И опять же, где-то в междурядиях можете по краю грядки обсадить календулой, бархатцами, пользоваться антинематодом. И за несколько лет вы оздоровите почву, избавитесь от нематоды. Кстати, когда у вас на огороде, как я и говорил, растет там лук либо чеснок, и вы убрали, остаются пустые грядки. У нас принято обычно грядки засевать чем? Засеваем там какими-то сидоративными культурами, белой горчицей, например, либо фацелией. Но на самом деле вы можете засеять и календулой. Потому что календула успевает до осени еще нарастить хорошую зеленую массу. И осенние заморозки ей не страшны. До самых морозов календула будет расти и даже еще до морозов успеет зацветать. А осенью, уже поздней, вы можете эту календулу скосить и заделать в почву. И календула еще послужит вам как сидоратом. Обогатит почву органикой, улучшит структуру почвы, сделает ее более рыхлой и плодородной. Поэтому смело применяйте календулу как сидорат. Ну и, конечно же, календулу высевают в цветниках. И не просто так, не с целью декоративности, хотя и это тоже. А в первую очередь для борьбы с различными вредителями других цветов. Например, вы замечали, что лилии очень поражают жук-пескун. Трещалка называется, да? И вот эти красные жучки, которые пищат, они подгрызают листья у лилии. Затем откладывают личинок таких красненьких, похожих на личинок колорадского жука. И они полностью объедают все листья на лилиях. И даже могут эти бутоны уничтожать, да? И, конечно же, вид у лилии такой неприглядный становится. Иногда лилии просто съедаются под ноль. И никакого цветения, никакой декоративности цветника нет. И вот, кстати, в борьбе с этим вредителем поможет, опять же, вот эта культура. Календула. Высевайте эту календулу где-то рядом с лилиями, и вредителей у вас в цветнике будет намного меньше. Ну, и говоря, конечно, про календулу, нельзя забывать, что календула – это отличный медонос. И если у вас на участке растет календула, то она привлекает на участок пчел, шмелей, которые пыляют не только календулу, но и другие растения на вашем огороде. А, как известно, большинство растений нуждаются в насекомых опылителях. И чем лучше будет опыление, чем выше будет у вас урожай. Поэтому обязательно, кто еще не выращивает календулу в огороде, в цветниках, посейте этот неприхотливый цветок весной. И вы будете наслаждаться все лето не только цветением, но и отличным здоровым урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok